Премия имени Чингаза Айтматова вручается также за заслуги в деле сближения и взаимообогащения культур народностей и наций, укрепления мира и дружбы, развития духовных связей между государствами. По словам Юрия Полякова, в этом смысле премия несет символическое значение, поскольку Айтматов был евразийцем в высоком смысле слова. Мне выпало честь получить ее первому. Это символический жест, говорящий о том, что это органически существующее по велению истории евразийское пространство, оно начинает сосредотачиваться. Пожалуйста, Юрий Михайлович. Он включает своеобразный и всегда узнаваемый язык Полякова, наполненный аллегориями и метафорами, насыщенный тонкой иронией, незаметно переходящий в лиризм. В его романах и повестях ярко дана сатирическая картина жизни российской творческой интеллигенции. Убежден, что Юрий Михайлович, как современник Чингиза Айтматова, писатель, поэт, драматург, общественный деятель, внесший неоценимый вклад в литературу, более чем достоин премия имени Чингиза Айтматова. Наш скромный коллега Азалбек Шарипович не сказал, что Кыргызстан очень хорошую сумму выделил на эту премию. Замечательная идея и форма, и, конечно, имя Чингиза Айтматова будет звучать. И главное, это, опять-таки, наше единое духовное и культурное пространство историческое, о котором мы не должны забывать. На встрече со спикером Джейнбековым Поляков поделился воспоминаниями об Айтматове, подчеркнув, что ему посчастливилось побывать на его мастер-классах. Он пообещал, что как редактор литературной газеты примет активное участие в решении спорных вопросов вокруг дома-музея Айтматова в писательском дачном поселке Переделкино в Московской области. Наряду с музеем Пастернака, музеем Акуджалы будет и музей Чингиза Айтматова. Добавлю, к награждению премии размеров 30 тысяч долларов представляется одна кандидатура в год от каждого государства-участника Межпарламентской ассамблеи СНГ.